Добрый вечер. Судя по нашим регистрациям, еще не все подошли, но мы все-таки будем пунктуальны и будем начинать вовремя. Итак, я представляю сегодняшнего лектора. Это Маринцева Ирина Юрьевна. Она у нас первый раз, поэтому я не очень хорошо запомнила отчество. Я представляю проект OpenSea, который организует как раз вот эту лекцию. Лекции мы проводим два раза в месяц в библиотеке Белинского. Дважды в месяц мы проводим ужины. В кафе, в разных, это надо следить тоже за нашими новостями. Там более такая камерная обстановка. Иногда мы еще организуем онлайн-встречи с интересными психологами из других городов, которые не могут к нам приехать. И сегодня Ирина расскажет нам про цифровую депрессию. Я, если честно, первый раз встречаю такой термин, и это очень интересно. По ходу лекции можно задавать вопросы, если прям что-то совсем непонятно. У нас есть помощник, который будет подходить к вам, и будете говорить в микрофон, чтобы не только мы слышали ваш вопрос, но и слушатели на записи потом тоже слышали этот вопрос, и было понятно, на что отвечает лектор. Потому что лекция будет в записи на Ютубе, ее можно будет просматривать, если вам захочется что-то повторить или еще раз послушать. Всем спасибо. Ирина, прошу вас. Да, благодарю. Ну, здесь, конечно, можно и без микрофона, но попросили в микрофон, так как идет запись. И еще попросили сесть, хотя тут уже привыкла стоять. Я про себя расскажу. Меня зовут Ирина. Я психолог, еще и нейропсихолог, занимаюсь индивидуальным психологическим консультированием и нейропсихологической диагностикой для детей от 5 до 10 лет. Сегодня расскажу про цифровую депрессию. Ну, как сказать, название лекции должно быть кликбейтное, правильно, да, чтобы как-то, ну, как-то так попало. Но на самом деле немножко оно, ну, возможно, даже термин не очень правильный был использован, но неважно, не сейчас об этом. Вообще к теме гаджетов, социальных сетей, всего, что происходит в интернете, вот этого технологического прогресса можно подходить с разных сторон. И со стороны, может быть, какое-то нарциссическое вот это желание демонстрировать свою жизнь или вот ухода в видеоигры, в зависимости от игр тоже. Ну, то есть очень разные есть к этому подходы. Но сегодня, наверное, будет самая такая общая тема, которая, я уверена, знакома абсолютно каждому. То есть вообще нет человека, который в этом как-то не участвует, ну, если это не монах в Тибете на горе, наверное. Это, знаете, вот этот феномен залипания, когда в интернет всасывает, и вот залипание на контенте, я уверена, что многим это знакомо, думаю, знакомо почти всем, то есть какие-нибудь, может, даже личные блоги или видеоигры, или еще какие-то особенности, да, нахождение в виртуальном пространстве, может быть, не всем, но вот этот момент, когда ты вроде бы только зашел посмотреть сообщение, очнулся, прошел час, и ты вообще не понял, что произошло, вот я думаю, это знакомо абсолютно каждому. Я думаю, что с этим сталкиваются вот прям от детей и до моей бабушки, даже прабабушки, она тоже вроде бы зашла посмотреть просто, как пельмень лепить, а прошло два часа, и вообще непонятно, где это время. Ну, так вот, вообще время сейчас такое интересное, еще не очень понятно, как с этим всем виртуальным пространством взаимодействовать, и где проходит эта грань между вот реальностью, где вот мы с вами здесь сидим, и виртуальностью, которую, например, на YouTube потом это все видео будет выкладываться и смотреться. И вот как на самом деле в идеале, да, виртуальное пространство должно бы было войти в нашу с вами жизнь. Вот есть у меня схема, и вот в идеальном мире это должно было бы выглядеть так, что вот есть пузырь реальности, реальный, где вот мы с вами сидим, мы с вами друг друга видим, можем потрогать и так далее. И есть пузырь виртуальной реальности, который вот, ну, не на большую какую-то часть отличается от того, что происходит в реальности, но при этом все равно даже вот этот виртуальный пузырь, он является как бы частью нашей с вами реальной жизни. Но сейчас, конечно, скорее всего, выглядит вот так. Если вы зайдете, откройте свой гаджет, то там какая-то происходит совершенно другая жизнь, в отличие от того, что происходит у нас с вами здесь. Очень интересно это еще можно пронаблюдать таким образом, что зайти, например, в ленту в Инстаграме, если у вас он есть, ну, или в какой-то социальной сети, а потом открыть свою ленту просто фотографий в телефоне. И как бы разница будет абсолютно колоссальной. То есть вот жизнь, она в простой ленте, а вот есть жизнь, которая происходит, например, в ленте, ну, в социальной сети в какой-то. И вот ты как бы смотришь и думаешь, а где же тогда что-то это настоящее? Потому что сейчас вот эта разница между реальным миром и виртуальным, она прямо колоссальная. И эти люди, например, которых мы видим там в тех же интернетах, мы как бы их не видим, ну, вот просто мы здесь с вами встретились, мы все как бы обычные люди, нормальные. Когда заходишь в интернет, все, кто модели, кто вообще самые лучшие, добились всего на свете. Уже, ну, это я, просто у всех все супер, даже на каком-то, ну, там, бытовом уровне. Дети, отдых, насыщенная супер-жизнь, встречи с друзьями, просто никаких проблем, все шикарно, все просто потрясающе. А когда вроде выключаешь телефон, ну, как-то жизнь немножко совсем другая и у себя, и у всех, кто вас огружает. Я не к тому, что она плохая, просто она, ну, как бы нормальная, без вот этого экстра потрясающего какого-то экстатического счастья. И проблема в том, что вот этот виртуальный мир, он в какой-то момент становится гораздо интереснее, чем вот то, что происходит просто в реальности. Он становится интереснее еще, знаете, почему? Сейчас буду вам объяснять, почему. Все... Так, это рано еще. Ну, ладно, я открою. В общем, в 50-х годах прошлого столетия, в 54-м, исследовали в первый раз, вообще открыли такое понятие, как центр удовольствия. Исследования проводились на грызунах, на мышах, на крыси, на крысенышах. И им, значит, какие-то вживляли чипы. Я и не ученый, но вот насколько знаю. И в определенном угле, вот в коробочке, ей был определенный угол. Когда она туда, крыса, заходила, ей, значит, запускали импульс, и она, в общем, стимулировали ей вот получение вот этого дофамина и вот удовольствие. Вывод был очень странный в этом эксперименте. Оказалось, что получение удовольствия, оно даже предопределяет, на самом деле, наши физиологические потребности. Другими словами, то есть ради получения вот этого дофамина, очень быстрого, очень такого, простого, да, очень быстрого удовольствия, крысеныш был готов ни есть, ни спать, и в итоге, почти в 100% случаев, в итоге ради получения удовольствия потом грызун, он, простите, все заканчивали свою жизнь, просто умирая от истощения, от отсутствия сна, и, ну, просто не ели, не пили. Кажется, ну, как бы. Где мы, люди, и при чем здесь мыши? Ну, здесь можно еще тоже вспомнить, перед сном, когда вроде заходишь в телефон, ну, просто буквально на одну минутку, и потом просто полвторого ночи, и тоже непонятно, что ты там смотрел в этом телефоне, а вставать на работу в 7.30, и вот получается, да, что тоже два часа, которые ты бы мог потратить на сон, ты потратил на, собственно, непонятно на что. И здесь вот такая параллель, на самом деле неутешительная, и здесь тоже можно вспомнить о том, что все о том, как реальная жизнь, она начинает уходить на второй план относительно жизни виртуальной, то есть даже сейчас уж про все эти истории, про агентства, где на прокат выдают букеты, какие-то Louis Vuitton пакеты, выдают аренду Москва-Сити квартиры, чтобы можно было снять сториз, то есть как будто бы жизнь вот этого виртуального аватара, она становится важнее, чем твоя собственная, то есть как будто тебе без разницы, если ты можешь не выспаться на работу, можешь там не тратить время на то, чтобы приготовить себе что-то качественное, да, например, чтобы отдохнуть, чтобы погулять, а вот посидеть в телефоне, то есть забирает, забирает вот это время, телефон, он, то есть он получается забирает наше даже то, что то время, которое мы бы могли потратить, чтобы себя лучше чувствовать, как так получается, что вот оно так всасывает, и когда мы заходим, например, в какой-нибудь список, ну Forbes или про компанию скорее Fortune 500 пишет, ну в первой десятке стабильно, кто там Apple, Meta, ну все, что там, Facebook, Instagram туда входит, Google, Samsung, то есть все товарищи, которые вот технологические гиганты, и все они вот находятся там в первой десятке самых крупных компаний мира, ну то есть там обороты, я не знаю, триллионы долларов это все рассчитывается, и ты думаешь, как так-то, чем они, ну по сути, торгуют-то получается, то есть что они такое делают, то есть они ни нефтяники, ни уголь, ни руду, ни что-то такое делают, они даже не оружие производят, ну то есть непонятно, откуда они вообще такие деньги-то берут, то есть в чем эта конверсия-то происходит, ну здесь мы приходим к такому выводу, что зарабатывают они на, собственно, на том единственном, абсолютно невосполнимом ресурсе, это на нашем времени, то есть все ресурсы человеческие, они так или иначе, ну восполнимы, даже, ну в разной степени, да, то есть даже здоровье, ну в какой-то степени можно как-то подтянуть, да, там не знаю, пересадки сердца делают, ну уж если мы так условно, да, ну вот все равно даже на самом высоком уровне все равно есть какая-то возможность, ну даже здоровье каким-то образом подвосстановить, но вот время, это единственное, что не возвращается никогда, вот сейчас прошла секунда, и все, ее вот никогда не вернуть, и она никогда не вернется, и вот с этой точки зрения, ты понимаешь, откуда такие денежные обороты, там вот в этих технологических компаниях, в этих кремниевой долине, где вот вся вот эта мекка социальных сетей, потому что, ну это просто действительно, с одной стороны, торговля воздухом, потому что, а что же они такое делают, и за что они такие деньги получают, получают они деньги за торговлю временем человеческим, а это получается самая дорогая валюта, на самом деле, она даже не то, что дорогая, ее, мне кажется, нельзя в этих категориях, в принципе, оценивать, она абсолютно бесценная, потому что это не возвращается вообще никак, ну и так вот, все вот эти товарищи, а еще и самая богатая женщина в России, там, Бакальчук, да, Вайлд Борис, она владелица, но Вайлд Борис отчасти тоже соцсеть, тоже там можно залипнуть, и листать комментарии, и листать товары тоже относительно бесконечно, и каждый раз что-то новенькое, и новенькое, интересненькое будет выпадать. Ну и, собственно, чем все эти товарищи занимаются, и почему же так тяжело отлипнуть от всего, что в интернете-то происходит, ты вроде зашел, и я здесь имею в виду Ютубы, мессенджеры, Инстаграм, ВКонтакте, любые соцсети, там просто их 10 миллионов, ну в основном-то видео, вот сейчас короткие, ну то есть этот формат, он все переизобретается, переизобретается, то есть были сначала, например, ЖЖ, какие-то блоги, ну то есть он упрощается, упрощается, почему это происходит? И сейчас одна из самых таких распространенных профессий, уж даже я насколько далека вообще от IT какой-то сферы, и то знаю про раздувание такой сферы деятельности, как дата-аналитики, ну то есть аналитики данных, это вот как раз те люди, которые сбором наших данных и занимаются, и за каждую секунду нашего времени борются вот эти все многомиллиардные компании, чтобы мы потратили свое время, потребляя информацию, именно на их площадке, чтобы мы сидели именно в Инстаграме, а Ютуб придумывают, чтобы мы сидели именно в Ютубе, потом Инстаграм ворует, у них там все какие-то форматы, придумали ТикТок, все тоже снова своровали, на Ютубе появились там шорцы, где-то рился, но я к тому, что, то есть они между собой бесконечно конкурируют за вот это наше время, собственно говоря, за то, чтобы мы сидели и смотрели именно там, где эти люди хотят, чтобы мы смотрели. И вот эти аналитики данных, опять же, я не программист, но, так сказать, в общих чертах, насколько я это знаю, постараюсь объяснить. Анализируется все наше полностью поведение. В этих всех компаниях работают нейропсихологи, люди, которые разрабатывают цвет, шерифт, изучают просто каждого человека, они ищут вот этот дофаминовый ключ к абсолютно каждому. Они смотрят, кого вы, за кем вы смотрите, какие вы смотрите видео, каких вы людей смотрите в интернете, что вы лайкаете, буквально на чем вы чуть дольше задерживаетесь, на каких постах или на каких картинках, что вы буквально даже чуть-чуть подольше смотрите. Анализируются ваши локации, да ваше даже состояние здоровья, вообще что вы ищете. Заходишь там, буквально случайно в гугле ищешь чехол для тандыра, на следующий день у тебя просто весь интернет в тандыре. Ну это же как бы не случайно. Не хотелось бы, конечно, про какие-то заговоры говорить, но в какой-то степени есть это ощущение большого брата, который следит за тобой. Послушаешь случайно там Егора Крида, все, все об этом будут знать, потому что у тебя везде теперь он всплывает. И вот эта конкуренция за наше внимание, она и приводит к тому, что анализируются все наши вкусы, анализируются все наши предпочтения, даже те, которые мы не особо осознаем. И здесь по параболе просто чем дольше мы времени проводим вот в этом всем виртуальном пространстве, тем дольше нам хочется там быть, потому что чем больше времени там наше идет, тем глубже анализируются наши вкусы, тем точнее нам подбирается вот этот контент, который нам всплывает, он становится все интереснее и интереснее, и он не кончается, и он только вот наращивает вот свой интерес. И у нас отключается вообще вот эта особенность, но об этом еще дальше про последствия я поговорю, но вообще у человека отключается вот это умение, что ли, фокусироваться и концентрироваться, потому что здесь наоборот, как раз все работает на то, чтобы захватить ваше внимание и его держать. И здесь получается концентрация нужна на то, чтобы наоборот выдернуть себя, а не для того, чтобы сфокусироваться и какую-то информацию воспринять. Дальше поедем. И таким образом под все вкусы, под все предпочтения, под все какие-то даже мысли, под все мировоззрение, так и подстраивается, вот формируется какая-то идеальная реальность вашей виртуальности, потому что вот вся вот эта индустрия, она направлена на то, чтобы вы там сидели, чтобы вы там сидели, вам нужно давать тот контент, который вам интересен, который вам нравится. Вы же не будете там сидеть, если там будут, ну не знаю, Достоевского отрывки, но никто же не будет это читать. Нет. Втягивает именно вот этот интерес, то есть вся эта структура, она работает на то, чтобы вас туда втянуть, чтобы вам было интересно, чтобы вам постоянно хотелось снова и снова вот этот дофамин получать, потому что это приятно. И поэтому в реальность, почему вот этот кружок был цветной, почему виртуальность становится интереснее, чем реальность, потому что, а виртуальность, она становится такой, как будто бы вот жизнь вашей мечты. Если вы гурман, то вам просто бесконечные рецепты, самые красивые вот эти видеоготовки, где нет грязной посуды, где все шикарные люди в чистой одежде. Если вы увлекаетесь спортом, то тоже вот шикарные картинки, как это все прекрасно, без пота и без распухших красных лиц, эстетичное занятие спортом. Животные, которые ничего не грызут и нигде не гадят, работа, которая прекрасная и очень расслабленная, семья, новогодняя фотография, чтобы мне сделать новогоднюю фотку. Мы сначала все переругались, потом еще двое суток все отходим от того, как мы там всей семьей сфотографировались. Но вот в интернете там все шикарно, и ты хочешь так же, ты хочешь тоже, чтобы тебе было перед глазами эта красотень. Чтобы и ты в этот момент от реальности отрываешься, и ты не хочешь возвращаться в ту жизнь, где на работу надо вот по Куйбышево, блин, 40 минут пробки стоять. Где нужно спортом заниматься, это надо тоже ехать, не всегда в шикарной белой какой-то брендовой Ральфлора надежде, что надо потеть, что надо уставать, что путешествие это тоже, понимаете, перелет, джетлаг, отравился, потом там тоже прилетел, спишь сутки, отходишь. Ну то есть вот это формирование эстетики в интернете, оно становится гораздо приятнее, чем то, что происходит в реальной жизни. Как будто бы ты не хочешь на это море, ты как будто посмотрел на море картинку, и тебе этого стало достаточно, потому что чтобы тебе самому попасть на море, это же нужно. Ну это же очень скучно, надо билеты, блин, купить, надо ехать туда, лететь, устать, потом прийти, там еще на море люди какие-то будут, да, то есть ты не будешь такой шикарный вот втроем только вообще на фоне всего океана. Ну это же тоже ракурс специально выставленный, и в какой-то момент это действительно становится гораздо интереснее, чем то, что происходит в реальности. И таким образом, конечно, ты туда погружаешься, и ты подсаживаешься на этот дофамин, и очень сложно оттуда вытаскивать себя, потому что это становится гораздо лучше, чем то, что реальность нам предлагает. И вместе с этим, ну давайте переходим тогда к последствиям, потому что казалось бы, ну все, теперь мир такой, то есть все это существует, и я не буду говорить, что это плохо, на самом деле я считаю, что социальные сети это все в любом случае величайшее достижение человечества, огромные возможности, подарившие нам всем, и иметь связь, и как-то реализоваться, и в плане построения бизнеса, и, ну, как бы здесь бесполезно, да, перечислять, какие достоинства это и плюсы несет в нашу жизнь, потому что, ну, это действительно просто то, что развернуло нашу жизнь абсолютно, но, как говорится, все есть яд и все есть лекарство, вопрос в дозировке и в цели, которую вы перед собой ставите, когда всем этим пользуетесь. Ну, начнем, почему вот тогда бы не расслабиться, то есть, ну, а зачем мне вот моя, вот мой Екатеринбург, если я могу вот в VR-очках, очках виртуальной реальности сидеть и просто представлять, как будто бы я живу где-нибудь в прекрасной Норвегии с видом на горы, да, например, то есть почему, почему же это плохо, почему же плохо вот находиться в этом, ну, потому что все-таки все равно приходится нам пребывать здесь, ходить и жить, и вот это несоответствие, оно, конечно, приводит к своим последствиям, потому что ты все равно не можешь туда провалиться, вот, в эту полную виртуальность. Почему вот первые все последствия от, так сказать, перепотребления контента и перепотребления, нахождения вот виртуальности в социальных сетях? Так, неврозы, тревожные расстройства и депрессия дальше, почему это выходит? Ну, почему это получается так и у людей такие состояния, к сожалению, возникают из-за социальных сетей, хотя, казалось бы, там сплошная радость, сплошная красота и все очень красиво и весело. Первое, это, конечно, страх что-то упустить, какую-то новость, то есть к телефону рука тянется бесконечно, если телефон сейчас убрать в дальнюю сумку и он там бзыкнет, ну, конечно, импульс абсолютно очевидный, что хочешь сразу бежать и смотреть, что же там такое. Потом кажется, что если ты не будешь там присутствовать в этих соцсетях, что вся жизнь как-то пройдет мимо, что все, что там происходит, это все самое главное. Ну и опять же вернемся к тому, что все социальные сети работают на то, чтобы завладеть вниманием и подбрасывают именно тот контент, который, собственно, вы хотите получать. Поэтому, если, например, у человека тревожное расстройство, человек, ну, там в каком-то депрессивных каких-то настроениях грустных, да, ему и будет подбрасываться автоматически такой контент, который будет подтверждать его вот эти ощущения. То есть будет и выпадать и новости, и какие-то посты, видео о том, что все плохо, что выхода нет, и что все вот. И поэтому это состояние, оно будет только накручиваться и только усиливаться, только усиливаться. Потому что все, что в интернете вам выпадает, это тоже интересный такой эксперимент. Ну, эксперимент, вот просто зайти на свои площадки и посмотреть все рекомендованные. И вот здесь можно как бы выявить какое-то зеркало своей реальности и найти, увидеть, ну, может, даже какие-то себя подсознательно, потому что вот все, что рекомендовано, это по сути, ну, отчасти какая-то вот в вашей жизни то, что в вашей голове происходит. И вот каким это наполнено контентом? Очень часто это наполнено именно очень тождественным, очень понятными вам вещами. И если как бы человек уже на грани каких-то грустных находится настроений, то этот контент он будет только усиливать, потому что нужно, чтобы вы сидели, чтобы вы это потребляли, а не работали над собой, потребляя что-то, например, что не подходит вам, что если вам грустно, а вы же не хотите смотреть что-то духоподъемное, веселое, вам хочется еще, чтобы стало грустнее. Следующее, какие вот последствия перепотребления? Это постоянное ощущение, это вот постоянное состояние самообмана. Человеку кажется, во-первых, это какая-то иллюзия владения информацией, потому что сейчас вот вроде очень много, да, мы видео смотрим, у нас такое ощущение, что, ну, мы просто вообще разбираемся во всем, вообще, любое можно найти, видео можно найти на любую тему, на любую тему можно найти статью, можно найти подтверждение любому своему убеждению, можно найти клуб интересов для вообще даже самых каких-то уникальных своих претензаций, почтений. И вот это ощущение какого-то пузыря, в котором ты находишься, где нет других точек зрения, потому что, ну, вот какие-то ругань в интернете, да, то есть вот это бесконечное отстаивание своей точки зрения, где люди разучаются на самом деле принимать другие взгляды, потому что, опять же, это тоже, наверное, одно из самых главных в жизни человека навыков, умение находить компромиссы и договариваться, потому что люди все разные, а интернет отключает эту возможность, потому что, опять же, сортирует контент такой, чтобы вам он нравился, чтобы он вам подходил, чтобы он соответствовал вашим ожиданиям, чтобы вам было удобно его смотреть, чтобы вам не нужно было напрягаться и, ну, как-то пытаться воспринять что-то, что не совсем вам подходит. И здесь вот теряется вот это ощущение, что на самом деле мир очень полярный и не черно-белый, и что нужно уметь со своими убеждениями находить общий язык даже с теми людьми, которые, ну, думают как-то по-другому. А это нужно делать, нужно не просто ругаться в комментариях и до последнего победного конца в этом идти, а находить какой-то компромисс. В жизни, к сожалению, так пока работает. Потеря физического здоровья, ну, здесь очевидно, да, то есть часто залипание в интернете происходит даже вопреки сну, физической активности, то есть просто очень много, да, времени на это уходит и не хватает уже времени. Ну, я думаю, что самое главное, это вот на сон очень это очень сильно влияет, конечно, особенно перед сном бывает, что проваливаешься прям на несколько часов. Нарушение мышления. Что сюда входит? Вот за счет вот этого захвата внимания, конечно, очень сильно расслабляется, расслабляется и теряется навык мозга работать. То есть уж вот когда вы берете книжку, ну, это нужно прям вот, ну, какой-то элемент, да, себя заставить, нужно вот собрать какой-то морально-волевой акт должен происходить, чтобы вот в нее впиться, да, и начать ее читать. И за счет вот потребления контента в интернете вот такого очень дешевого и который вот сразу очень приятный, разучается мозг вот делать над собой какое-то усилие. Здесь теряется концентрация, особенно на детях, конечно, это выражается. Очень много с подростками работы, ну, с этим проблематично сильно. Взрослых людей, конечно, тоже расшатывается, но мы-то взрослые люди хотя бы еще помним там какие-то до интернета времена, но для детей, конечно, это прям критично. Теряется концентрация, теряется память, как будто бы ничего сейчас не нужно запоминать. Во-первых, все есть в интернете, во-вторых, ну, вот даже видео, там, сто видео посмотрел, ты даже вообще не вспомнишь, что там было. Сериалы бесконечно тоже, про что он был, я вот сериал вот посмотрела, и вот три сериала назад, я уже, если честно, даже не помню, какой он там был. Ну, то есть абсолютно вот заканчивается вот это оседание информации, потому что ее так много, и она вообще не задерживается, она просто идет, 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 идет. И какая-то вот эта переработка, опять же, работа мозга, чтобы запомнить, чтобы проанализировать, как-то критически осмыслить, переработать информацию, которая сложная, которая вам непонятная. Снижается вот эта способность. Критическое мышление снижается очень сильно, потому что, опять же, все какие-то мысли и мнения формируются там за счет мемов, какой-то повестки, инфоповодов разных, комментариев, там на ютюбе смотришь видео, и сразу же идешь читать комментарии, ты даже не даешь там 15 минут, чтобы вот, например, посидеть и осмыслить, а что ты для себя в этом понял, а как бы, а что вот, какую ты для себя в этом нашел мысль. Нет, сразу все, идешь комментарии смотреть, читать, кто что про это написал, и как бы все свои мысли получаются, какая-то квинтэссенция просто всех комментариев, что ли, каких-то чужих мыслей, да это даже и не чужие мысли, а тоже мысли чьих-то мыслей, и это все какая-то одна сплошная жвачка, которая жуется всеми вместе. Ну и потеря времени, опять же, это самое, наверное, катастрофическое и самое, наверное, самое тяжелое последствия сидения в социальных сетях, это, конечно, время. Я уже рассказала о том, что оно никогда не возвращается, это то, что остается в... Ну все, это просто пропадает в никогда и в никуда навсегда. Это самое тяжелое. И если посидеть и, например, посмотреть, ну, экранное время, да, время, проведенное в разных приложениях, цифры, конечно, будут ужасающие. И если еще и проанализировать хотя бы это время, сколько из этого было действительно полезно, то есть сколько из этого действительно пошло в вашу жизнь. То есть если вы посмотрели видео, как классно складывать вещи, чтобы они не мялись и пошли, применили это в жизни, супер, отлично. Но такого, конечно, минимум из четырех часов просмотра каких-нибудь рилсов, возможно, только десять из них были как-то, хоть как-то полезны на самом деле. А все остальное время это просто оно куда-то, просто растворилось. Ну и что же здесь? Наверное, нужно какое-то сказать заключение, как же с этим что-то делать. Но здесь, опять же, никакой магии не будет. Просто включать анализ, просто включать голову, зачем каждый раз перед тем, как включить свой телефон, нужно себя контролировать, зачем вы это делаете. И это очень сложно звучит, и это очень сложно делать. На самом деле я человек, который не сидит в Инстаграме, который там ни разу не был в ТикТоке, вообще мне казалось, что я человек, который как-то прям держится вообще вдалеке от всего этого. Я попробовала на один день телефон отложить совсем, но рука у меня автоматически лазила в карман просто каждые пять минут. Хотя, оговорюсь, мне казалось, что я человек, который максимально далек от какой-то зависимости от этого. И тоже многим я советую попробовать хотя бы в таком формате проанализировать, какие у вас отношения со своим гаджетом, как долго вы вообще можете без него выдерживать. Можете ли вы выдержать, например, прием пищи без телефона, чтобы его не включать, чтобы телефон оставлять в другой комнате и просто, например, поесть хотя бы без телефона, тоже непросто. Выключать телефон перед тем, как ложиться спать за хотя бы за полчаса. Очень тяжело вообще, не всегда получается. На самом деле такие вещи, кажется, элементарные, ну какие-то советы, да, что с этим делать. Сделать это просто безумно непросто, сделать это просто безумно сложно на самом деле. И, ну вот советы какие-то только такие на самом деле. Проанализировать, сколько времени уходит у вас на это, только честно. И проанализировать, сколько времени на это уходит именно, ну какого-то качественного, что ли. Сколько времени вы действительно получаете информацию нужную и важную для вашей жизни, а сколько времени уходит просто для того, чтобы Facebook зарабатывал деньги, условно говоря. Все, всем большое, да, спасибо за внимание. Так, немного сумбурно сегодня получилось. Первый раз на такую тему читала лекцию. Но все равно надеюсь, что было информативно. Надеюсь, что какие-то, ну все равно, по крайней мере, все равно это как-то заставит задуматься. Это, я думаю, что самое главное. И я еще раз вот напомню мысль, которая уже как-то звучала, что даже не идеальные, но реальные ощущения, они все равно никогда не заменятся вот тем, что происходит в пространстве виртуальном. Никогда. Даже поехать на пикник, где будут, не знаю, там, алкаши и играть руки вверх из машины, это все равно лучше, чем смотреть на картинки с идеальными в прованских каких-то интерьерах, крувосаны на лавандовых полях. Поэтому просто, ну просто возвращайтесь в свою жизнь и анализируйте, зачем вы ходите туда и что вы там пытаетесь найти. Ну и вот старайтесь концентрироваться тоже. Сложный контент разбивать по времени и засекать в себе какие-то время. Вот. Все, спасибо большое. Большое спасибо. У нас сегодня финальная лекция в этом году. Следующая лекция будет 11 января. Тема очень такая животрепещущая, острая, про ревность. В общем, приглашаем вас. Анонсы смотрите в нашей группе ВКонтакте. Всем желаю приятного Нового года в реальности, а не в виртуальности, чтобы получить массу удовольствия от общения с близкими, от вкусной еды, от прогулок и получить классный и качественный дофамин. Всем пока.